Духовное развитие начинается со знания, которое могли передать вам предки. Так случилось с Йо, которому дед поведал о Великом Духе. Всеведущий всемогущий высший дух. Короля духов часто называют Богом. Сегодня это знание вы можете получить из книги, кино или устно. Последнее всегда лучше предыдущих двух способов, так как здесь человек может более полно передать все чувства и ощущения. Как говорится, по-человечески, со всеми сомнениями или восторгом. Без самого знания, что возможно существование того, что прямым образом незримо, невозможно дальнейшее движение. Это знание является началом и в то же время и концом, так как мы будем погружаться и понятийно конкретизировать именно его. Далее этот процесс выльется в результат, обновленное знание. Старт и финиш являются здесь одной линией. Убегая от старта, мы к нему начинаем приближаться с новым внутренним содержанием и результатом. Первое, где мы видим Йо с этим знанием, где мы можем наблюдать его особенное зрение, это кладбище. Осознанный факт, что все люди смертны, и не только абстрактные все, но и лично ты сам и твои близкие, это первое, где мы можем ощутить присутствие духа в нас и вне нас. Когда в первый раз умирает ваша любимая собака, дедушке или бабушке, перед нами предстает новое явление, отсылающее нас к совершенно другой реальности, отличной от той, что мы видим ежедневно. Вроде есть тело, но что-то из него пропало, нет голоса, тепла, дыхания, чувств в глазах, движений. Мы это ищем, так иступленно пытаемся искать, что даже сходим с ума, но никогда не найдем. Думаем, может, это какая-то болезнь, но болезнь, боль может быть только у живых. Впоследствии приходим к выводу, что это что-то иное, необъяснимое. Поэтому-то мы никак не можем привыкнуть к смертям. Привычка формируется из двухстороннего познания, действия и реакций. Например, когда мы нажимаем на включатель, мы знаем, что при нажатии зажжется свет. В смерти же отсутствует второй пункт. Точнее, он отсутствует только здесь, в явном мире, а присутствует где-то еще. Свет загорается за нашим опытом, за нашим знанием, отчего привычка здесь отрезанная. Когда мы лицезреем множество умерших, множество могил, фотографии на них, годы жизни, невольно возникают мысли о смысле существа, о сущности жизни, а о сущности видимой жизни и есть дух и души. Поэтому Йо с ними и контактирует, дотрагивается до зачатков духа, через созерцание смерти. Второе, чем озадачивается Йо, это приобретение своего духа. Амидамару – это дух высоких принципов, самурай, чтивший кодекс, добродетель и честь. Как вы понимаете, в реальной жизни, когда Амидамару был жив, эти качества были не такими яркими, его тяготил и мир кажемостей, а умерев, остался только его сущностный концентрат, где все вышеперечисленные качества возросли в несколько раз. Знакомясь с историей Йо, мы видим, что в него вложены монашеские характеристики. Он особо не желает учиться и работать, уходит с головой в музыку и мечтательность о потустороннем мире. Я хочу лишь днями напролет слушать любимую музыку и жить на расслабоне. Его взгляд часто обращен ввысь, а не под ноги. Так почему Йо выбирает не столь похожего на него Амидамару? Этот выбор является вторым пунктом в развитии своего духа. Йо после обращения к осязанию послесмертного выбирает то направление, тот идеал, которого ему не достает, чего он лишен в жизни, но к которому есть тяга, тот духовный путь, который должен войти в историю посюстороннего Йо. Йо, чтобы овладеть Амидамару, выковывает меч для него, в том числе и для себя. Это та часть, что есть в Амидамару, но нет в Йо. Эту часть я назову воинственностью в своем духе к реальности, принятие так называемых мук этого мира и дерзновения против них. Именно это и олицетворяет меч, духовное орудие. Чтобы начать еще лучше отличать, усиливать свой дух, необходимо найти ему применение, то, что этот дух будет пронзать и рассекать. Здесь важно отметить, что дух Амидамару не может войти в непохожего на него индивида. У Йо присутствуют высокие идеалы, которые совпадают с сущностью Амидамару, на которые последний и положил свою самурайскую суть. Когда мы объединились, я почувствовал нечто особенное. Подобное легло на подобное. Не имея Йо такого нутра, произошло бы отторжение или еще какая испорченность духа или тела. Поэтому здесь происходит и процесс сцепки индивида с подходящим ему архетипом, дополняющим и умножающим его силы в выбранном направлении. Архетип утверждает Йо в бытии. У Йо с помощью приобретенного архетипа появляются древние истоки, питающие его, дороги и пути, по которым необходимо продвигаться, которые он будет питать. Этим завершается второй пункт – обретение духовного меча, укорененного в предназначенном архетипе. Третий этап духовного развития – это взаимодействие с другими архетипами, с другими духовными мечами или с чем-то вместо мечей. Первый отличный пример, который наглядно демонстрирует третью ступень – это взаимодействие Йо с захваченным своим духом Рю. Рю, потерпев несколько неудач в своих желаниях быть крутым и уважаемым, захватывается таким же духом, потерпевшим поражение – Токогеру. Я очень хочу тебе помочь. Одержимость притянула архетипическую одержимость так же, как высокая отстраненность от материального мира Йо притянула высокие духовные принципы самурая. Теперь эта невоздержная духовная одержимость меняет носителя. Он совершает поступки, совершенно на него не похожие. Рю, ты сегодня сам не свой! Некоторые люди так же, находя свой путь, то есть духа, в своих поступках, где он используется, в предназначении или в каком-либо деле, становятся тоже не столь похожими на себя обычного. Они будто включают другой режим, где совершаются движения, не до конца понятные нам. Где человеком овладевает некая страсть, и часть его будто отделяется и направляется на дело. Это и называется единением в короле шаманов. Но в случае с Рю, одержимость заполонила его всего, произошло не единение, а захват. То есть единение только в одном чувстве. И доверять я могу только себе. Я хочу лишь мести. Духовная архетипическая коммуникация происходит тогда, когда Йо открывает себя для проникновения этого чужого, одержимого, и впоследствии, минуты погодя, уравновешивает его от перегибов. Выявляет порог, самообман и искаженность. То есть третий этап говорит нам о принятии чужой духовной информации, убеждений, установок, даже если мы уверены, что она не верна. Для тебя единственным спасением является доверие другим. Потому что приняв ее на время, мы сможем в ней лучше разобраться и либо изобличить ее уже конкретно, а не ярлычно, либо изобличить самого себя, свои заблуждения. Давай, вселяйся! Четвертый пункт духовного развития заключается в самом факте существования турнира шаманов. Раз в 500 лет в короле шаманов происходит вызов времени и пространства, дабы определить новые заветы, принципы всего мира. Каждый раз появляется спаситель, который превращает великое разрушение в великое возрождение. Круг, соединяющий звезды, Землю и нас, снова подошел к стадии полного обновления. Если вы прошли предыдущие три этапа, то вы можете принять и этот. На самом деле, в реальности, такие столкновения, меняющие порядок жизни, знаменующие слом эпох, происходят и правда раз в 500, в 1000, в 2000 или в несколько тысяч лет. Например, когда христианство одержало победу над язычеством, или когда появился Будда. Но это не значит, что перед этим не происходят глубинные изменения. Каждое поколение в состоянии принять этот вызов времени и пространства, взять свое духовное орудие и созидать, чем вы приблизите и этот слом, этот турнир. Поэтому неофициальный турнир происходит здесь и сейчас. Другой вопрос – готовы ли вы к нему? Прошли ли предыдущие пункты? Пятая стадия духовного развития – это встреча, знакомство с хаосом, энтропией, которая может поглотить мир еще до установления нового порядка в лице Хаоа Сакуры. Здесь он еще не может внутренне сущностно познаться, но могут выявиться отличительные внешние черты. Он участвует в каждом из турниров, то есть его сила растет пропорционально росту цивилизации и духовному развитию личностей, желающих воспрепятствовать ему, так как некоторые из них переходят на его сторону. Он имеет дух огня, который является очищающим элементом, то есть очищает перед новым засеванием более приемлемых законов, перед новой цивилизацией. Но если происходит людской проигрыш, то очистка происходит абсолютная, огонь превращается в огонь ада, без вариантов остатка какой-либо жизни. Хао привлекает к себе тех, кто разочаровался в мире настолько, что помогает ввергнуть его в огненную пучину, где нет места никому. Они были угнетены окружающим миром, он их не принимал, так же, как не принимал ее. И если выше обсужденный Рю полностью был захвачен бессознательной одержимостью, сам он не нес злобы, то последователи Хао сознательно выбрали путь, ведущий против мира. Против какого бы то ни было порядка, договоров сделали выбор в злонамеренность. Но этот выбор играет с ними злую шутку. Хаос со свойственной ему неожиданностью поглощает их. Вы заперлись в своем мирке и перестали видеть все вокруг. Йо, в сравнении с ними, принял муки этого мира и через них пробивает свой духовный меч. Но почему тебя все еще так забудет жизнь на земле? Потому что здесь нет будущего. Будущего с моими нерожденными детьми и с моей семьей. Жизнь здесь простая, но скучно. А они желают эти муки полностью отвергнуть, чтобы их не было, вырезать своими орудиями. Когда на земле наступит ад, они все будут в этом вечном раю, свободные от всех ус и обязательств. Шестой этап духовного знания плавно вытекает из предыдущего. Кроме последователей Хао и его самого, мы имеем их полную противоположность, чтущих полный порядок, которым даже думать о Хао противно. Группу божественного класса Икслос, в какой-то мере представляющую христианство. Мы намерены победить Хао. Этот мерзкий источник зла. Одна форма, один девиз, много оружия и самопожертвования. Мы сразимся с Хао и непременно погибнем. Они называют себя воинами света, можно сказать, ангелы, которых объединяет одна святая девственная девочка Жанна. Я хочу искоренить боль и грех. И буду нести груз людских болей и грехов. А так как им в том числе противостоит наименование Люцифера, падшего ангела, и хозяин первого ангела, Люцифера, то они с полной отдачей сражаются с ним до смерти. Паршивый предатель! И если последователи Хао стремятся расщепить пространство и людей до максимума, то Икс Лос стремится создать монолит, уничтожить всякое отличие от него. То есть выжить чрезмерное количество порядка, тоталитарного порядка. Вы должны раскаяться. Орудие пытать гильотина! Они достигли высоких духовных развитий в своей группе, что говорит нам о том, что в погоне за духом мы можем вступить в какие-либо духовные школы, общепризнанные религии, и там и правда достичь в этом направлении больших успехов, натренировать свой дух так, как не сможет обычный человек. Но дело в том, что и ангел света, и ангел тьмы вместе погибают в их нескончаемой битве. То есть в своей принадлежности исключительно только к свету или определив себя только к тьме, мы не сможем подняться к высшим ступеням великого духа. Мы просто умрем ввиду того, что жизнь будет посвящена не духовному знанию, а желанию все время убить и скоренить другую сторону. Хотя это многих и приближает к основам духа, потому что конфликт тьмы и света это фундаментальные события божественного порядка, но все равно не позволяет глубже в себя войти, быть в точке, откуда взялись все вещи. Такую же группу, не доходящую до центра, мы можем видеть в объединении Гандхара, воплощающего буддизм. Хоть они и обладают таким же высоким божественным уровнем, как и предыдущие объединения, они не стремятся к попаданию в великого духа, а следовательно, не могут подходить к заданной теме духовного развития в полном смысле, хотя и являются вариантом, куда могут спокойно вступить желающие. В то же время эти группы нам говорят, что конфессия как бы поглощает своими видами законными долженствованиями внутренние виды законы и долженствования личности. Наглый сопляк! Если нутро человека не совпадает с каким-либо воззрением организации, стремящимся к хаосу или к тотальному порядку, то ему придется угнетать свою самость, свой дух. Тем самым личность не будет проявлена в должной мере. Отдайте мне свои души, команда Цветок. Но так или иначе, для высшего духовного развития нам необходимо познать эти группы с противоположной стороны или внутри какой-либо из них. Поэтому герои отправляются к каждой в свой ад и там познают своих демонов. Чтобы победить нашего могучего врага Хао, Ю отправился в ад. Высокая душа рождается именно на краю пропасти. Поэтому полный вход в великого духа осуществляется группой различных индивидов, в основном самих по себе, преследующих личные цели, слушающих свое самое и в то же время объединенных легкой вуалью межличностных отношений, внутренним согласием из-за раскрытия себя другому, без оглядки на какие-либо угнетающие догмы. Это седьмой пункт нашей темы. Перед тем, как попасть в него, они узнают о первоначалах мира, об основных стихиях, которые воплощаются в членах племени Патч. Персонажи присутствуют в них, побеждают и соответственно проникают в их суть. Причем это стихии, которые человек может познать при жизни, по крайней мере такая возможность у нас сохраняется. Иноземные цивилизации, их технологии и другие тайны космоса. Эта неумолимая жажда знаний может привести к серьезным проблемам в сердце. Что если турнир шаманов был придуман, чтобы найти решение этой проблемы? А вот то, что происходит далее, это уже место по ту сторону. Там происходит объединение умерших и живых. Они сходятся в коллективном великом духе, в боге, в короле шаманов. То есть свой дух необходимо утвердить в великом духе уже после смерти, своей, смерти цивилизации или бога богов. Это высочайшая точка в великом духе, мой собственный мир. В этом пространстве происходит окончательное понимание, понимание того, где происходила ошибка, в чем было искажение уже прошлого мира, в чем неправильно человечеством воспринималось бытие. Сам Хао наконец начинает это понимать. Мама, тебя убили ничтожные людишки, а ты еще извиняешься перед ними? Хао получает пощечину от матери, великая мать приструняет ее сына, стремящегося к разрушению. Если ненавидишь людей, то ненавидишь самого себя, но если простишь их, то спасешь себя. И он принимает новый мир с новым богом и принципами. Я просто дам вам немного времени и посмотрю, как вы сможете изменить землю. И из этого обузданного матерью, доведенного до нее людьми хаоса, вырастает упорядоченная жизнь с ее мирскими заботами. Итак, давайте подытожим конечный план развития нашего духа. Во-первых, даже если вы не хотите, вы рано или поздно сталкиваетесь со смертью и натыкаетесь на первые ощущения духа. Они могут быть страшные, ужасающие, а могут сразу встать на правильное место, если до этого ваши предки потрудились рассказать вам об ином состоянии существа. Во-вторых, вам необходимо придать форму духу, который показался именно вам. Из этой безграничной субстанции вы должны высечь подходящее для вас духовное орудие, чтобы мочь менять внешний и внутренний миры. А чтобы придать форму, необходимо идентифицировать себя. Здесь нам на помощь приходит множество гуманитарных инструментов и наук, которые помогают разглядеть вашу личность, как технические науки помогают нам жить вовне. В-третьих, попытки взаимодействия с другими, именно наполненными духом сосудами, у которых также составился предыдущий пакет, или наоборот только составляется, это не только помогает расширить свое познание о всеобщем духе пронизывающего каждого, а соответственно и разнообразить свой, но и выявить образованные на предыдущем этапе искажения гипертрофированные или атрофированные места. Другой может их отразить и открыть вам на них глаза. В-четвертых, время и пространство, где вы находитесь, обязательно подкинет на вашу долю испытаний, которые вам необходимо будет принять, осмыслять и далее использовать в них свою духовную силу, дабы мир двигался в определенном направлении. Одно или несколько, неизвестно когда, но рано или поздно они выдадут себя, и при дальнейшем осмотре они могут казаться вам вехами в вашей личной истории, а может и официально вошедшими в историю локации, где вы находитесь. В-пятых, это все то, что связано состраданием, неудачами, хаосом вашей жизни. Он, как уже говорилось, будет прямо пропорционален вашим достижениям, будет их отражать и взваливать на вас груды разочарований, ошибок, проблем, желаний самоуничтожиться, будет стараться деконструировать вас. Йо советует здесь с ним настроить диалог, он пытается подружиться с Хао, у которого нет друзей. Поэтому я пил горький кофе вместе с Хао, ведь у него совсем нет друзей. То есть даже если вы начинаете расщепляться на молекулы, не забывайте с ними контактировать, не бояться и не ужасаться их, потому что именно отталкиваясь от этого, ваш дух может рваться еще выше к небесам и разрастаться вширь. Хаос будет, но в итоге при настраивании взаимообмена с ним, из него и вырастает наш новый порядок. В-шестых, мы за всю историю уже имеем сложившиеся духовные и религиозные школы, которые также в состоянии помочь вам достигнуть в духовном развитии определенных успехов, если, конечно, ваша конституция предрасположена к дороге, к которой идут эти учения, то есть к содержимому их писанию, авторитетам, внешнему проявлению и другим атрибутам. Но как нам сообщает структура рассматриваемого аниме, принадлежащей к школе, к группе человек может зациклиться на борьбе этого учения, этой группы и забыть про свое внутреннее, то есть перенаправить свое внутреннее на откуп этому учению, что может помешать продвинуться на следующие этапы. Если ты все еще хочешь быть одним из нас, позже ты понесешь наказание. И в седьмых и последних наш дух, выходя из тела при смерти, возвращается к великой матери, туда, откуда мы появились. И в этот момент все прожитое время в теле, ваши деятельности, поступки, активности как бы заново утверждаются в пространстве. Их можно спокойно анализировать и совершать выводы. Из смерти, из расщепления души и тела, а после и самого тела, вырастает предельная точность вашей жизни, дорисовывается весь отрезок, путь, на котором вы наследили своим духовным орудиям, которые теперь можно делить, переставлять, вдохновляться или отвергать. Образуется неизменная вечная тропа, ваша финальная сущность. На этом выведенные мной этапы духовного развития, связанные с жизнью тела, завершаются. А там посмотрим. Девушки отдыхают. Продолжение следует...